Откуда у квазаров такая энергия, что они сияют как 100 триллионов солнц? Что если центр нашей галактики станет активным, и может ли это случиться? Об этом мы не только поговорим в этом выпуске. Я Андрей, и вы на канале Космос Просто. В прошлый раз я кратко уже говорил об устройстве квазаров, но сейчас хотел бы сделать это подробнее. И, кстати, корректнее говорить не об устройстве квазаров, а об устройстве активных ядер галактик. И сейчас станет понятно почему. Итак, в центре у нас находится сверхмассивная черная дыра. Далее она окружена плоским аккреционным диском газа и пыли, где материя падает на черную дыру. Далее аккреционный диск окружен облаком нейтрального газа и пыли в форме тора. И следующая черта — это джеты, направленные в противоположные стороны. Почему аккреционный диск плоский? Из-за вращения. Вращается черная дыра, и материал падает на нее по спирали. И вращаясь, диск принимает плоскую форму. О похожих процессах, но на примере формирования нашей Солнечной системы, я уже подробно рассказывал в этом видео. Еще один хороший пример — это кольца Сатурна. Итак, в процессе аккреции материя нагревается до огромных температур. Газопылевой тор — это гиппончик, который располагается дальше аккреционного диска, уже не участвует в аккреции. Но зато он блокирует часть излучения для наблюдателя на Земле. И, например, ультрафиолетовое излучение из-за этого тора может принимать форму таких конусов. И вот примерно так мы это наблюдаем. И, конечно, джеты — две струи, которые выстреливают материал в противоположные стороны на скоростях, близких к световым. Эти джеты могут быть огромными и достигать миллионов световых лет в длину. Еще один вопрос, который я часто видел — как же выстреливаются эти потоки, при том, что ничто не может покинуть гравитации черной дыры? Но они появляются не за горизонтом событий, откуда уже ничто не может вернуться. На сегодняшний день мы точно не знаем, как они формируются. Существует предположение, что это связано с вращением черной дыры и взаимодействием магнитных полей черной дыры и аккреционного диска. Почему же я сказал, что корректнее говорить не об устройстве квазаров, а об устройстве активных ядер галактик? А потому что то, что мы наблюдаем с Земли и называем разными именами, является результатом того, с какого угла мы наблюдаем галактику с активным ядром, а также от масштаба событий. На этой схеме показаны несколько типов. Если мы наблюдаем галактику с активным ядром под углом, то мы видим это как квазар. Или в случае с более слабыми процессами — с эфертовскую галактику первого типа. У них легче разглядеть сам диск галактики. Если с ребра, то радиогалактику или с эфертовскую галактику второго типа. Ну а если мы смотрим на диск как бы сверху, и джет направлен прямо на нас, то мы называем это Блазаром. А прежде чем мы продолжим, я кратко расскажу вам про акцию, которая начинается у партнера этого выпуска — книжного интернет-магазина «Лабиринт». Если вы хотите пополнить свою космическую библиотеку, сейчас самое время. С сегодняшнего дня и до 25 апреля у них будет проходить акция «Библионочь». В этот период на сайте будут действовать скидки до 50%. Можно найти много всего интересного, например, в разделе «Физики и астрономии». Этот скриншот сделан еще до начала акции, так что скидки могут быть другими. Книги Карла Сагана, Ричарда Фейнмана, Стивена Хокинга и многих других. Кроме того, в течение «Библионочи» длительностью в неделю будут проводиться розыгрыши книжных комплектов, а по промокоду «Космос просто» можно будет получить случайные литературные сувениры. Промокод действует при заказе на сумму от 1600 рублей. Переходите по ссылке в описании, там все подробности. А теперь продолжим. А вообще, откуда в активном ядре галактики берется столько энергии? Здесь есть очень хороший пример, который я подглядел в одной из лекций, что смотрел на эту тему. Ссылку на полную лекцию я, конечно, оставлю в описании. Этот шарик весом всего несколько грамм обладает потенциальной энергией. Если я его отпущу, он, притягиваемый землей, полетит вниз с ускорением свободного падения. Он передал кинетическую энергию полу, а также она добралась до нас в виде звуковых волн. Но если бросить шарик не на Землю, а в черную дыру с ее гигантской гравитации, то даже при таком небольшом предмете может выделиться огромное количество энергии, сравнимое со взрывом в несколько килотонн. Как? А согласно известной формуле, один грамм вещества эквивалентен энергии почти 22 килотонн в тротиловом эквиваленте, что немного мощнее атомной бомбы «Малыш». Но если вам не нравится сравнение с бомбой, то этой энергией можно было бы зарядить примерно 1 миллиард айфонов, что сопоставимо с количеством всех айфонов, созданных до сегодняшнего момента. А в процессах в активном ядре галактики высвобождается достаточно большой процент энергии покоя. И для того, чтобы достичь яркости квазара, нужно скармливать сверхмассивной черной дыре десятки солнечных масс в год и сотни в случае самых ярких и древних квазаров. Еще одна интересная особенность квазаров в том, что мы не находим их поблизости. Самой близко известной такой галактикой называют галактику Маркарян-231. И расстояние до нее аж 600 миллионов световых лет. Галактика, кстати, интересна сама по себе. В ее центре, вероятно, не одна сверхмассивная черная дыра, а целых две. И выглядеть это может вот так. Да, и еще напомню, что чем глубже мы заглядываем в космос, тем дальше назад в прошлое мы смотрим. Ведь свету требуется время, чтобы достичь нас. И больше всего квазаров наблюдается именно дальше от нас, то есть в более раннем этапе существования Вселенной. На этом графике мы видим плотность распространения квазаров по отношению ко времени. На горизонтальной оси 0 это большой взрыв, а 1 это наше время. Мы видим пик их количества примерно на четверти третьей возраста Вселенной, а затем постепенный спад. И, собственно, находясь в единичке, мы не наблюдаем их поблизости. А это часть трехмерной карты крупномасштабной структуры Вселенной слоновского небесного обзора. Карта составлена с помощью 147 тысяч квазаров. Значение снизу — это насколько глубоко мы заглядываем в прошлое, вплоть до реликтового излучения. Квазары показаны красными точками, а желтыми — более близкие галактики. Все это говорит о том, что наиболее активными галактики были в далеком прошлом. И на сегодняшний день в большинстве своем уже израсходовали материал для аккреции на таких масштабах. Однако иногда активность может и возобновляться. А еще я встречал вопросы о возможности существования квазаров в нашей галактике, а также о том, как бы мы наблюдали квазар, будь он ближе, чем мы их обнаруживаем. Но обо всем по порядку. Прежде чем говорить о нашей галактике, давайте возьмем другой ближайший вариант — галактика Андромеды. Расстояние до нашего галактического соседа около 2,5 миллионов световых лет. В северном полушарии это единственный внегалактический объект, который при определенных условиях можно увидеть невооруженным глазом. Но так мы видим не всю галактику, а лишь ее ядро в виде мутного пятна. Это выглядит примерно вот так. Видимая звездная величина, то есть насколько ярким объект кажется для наблюдателя Земли, у галактики Андромеды равна 3,44. Шкала работает в обратную сторону. Чем выше значение, тем объект тусклее. Видимая звездная величина самого яркого объекта в небе — Солнца — минус 26,74. Если бы ядро галактики Андромеды было активным, с яркостью, как у мощного квазара, скажем, в тысячу раз превышающую суммарную яркость целой галактики из 100 миллиардов звезд, то видимая звездная величина была бы минус 4,5. Что сопоставимо по яркости с Венерой, а Венера — третий по яркости объект в нашем небе после Солнца и Луны. И ее видно даже, когда небо не совсем еще темное. Но что, если бы такая яркость находилась не в Андромеде, а в центре нашей галактики? Но что это говорится? Поскольку это гипотетическая ситуация, я просто возьму условный источник с яркостью, сопоставимый с яркостью очень мощного квазара, скажем, в 100 триллионов раз ярче Солнца. И давайте посчитаем, насколько ярким был бы такой объект в нашем небе. Находить такой источник на том же расстоянии, что и Солнце, то есть на расстоянии одной астрономической единицы, он был бы в 100 триллионов раз ярче Солнца. Но мы хотим поместить источник в центр галактики, то есть он будет удален примерно на 25 тысяч световых лет. Переведем световые годы в астрономические единицы и получим примерно полтора миллиарда астрономических единиц. По закону обратных квадратов, яркость будет обратно пропорциональна квадрату расстояния. То есть если мы этот источник в 100 триллионов Солнц отодвинем на 2 астрономические единицы, то он будет в 4 раза тусклее. Если на 10 астрономических единиц, то в 100 раз тусклее, на 100 астрономических единиц в 10 тысяч раз тусклее и так далее. Нам нужно расстояние до центра галактики в астрономических единицах возвести в квадрат, и мы получим примерно 2,5 квинтиллиона. Во столько раз стал тусклее наш условный сверхяркий источник, когда мы отодвинули его в центр галактики. Теперь, чтобы сравнить с яркостью одного Солнца для наблюдателя с Земли, нам осталось 100 триллионов разделить на полученное выше число, и мы получаем 0,004. То есть если бы в центре нашей галактики был источник, сравнимый по яркости с квазаром, то он был бы в 25 тысяч раз тусклее Солнца в небе для наблюдателя на Земле. Вы скажете, всего-то, но не торопитесь с выводами. Полная Луна в небе в 400 тысяч раз тусклее Солнца, а значит такой мощный источник был бы в 16 раз ярче Луны, и его очень даже можно было бы увидеть и днем. Но это лишь гипотетические рассуждения о том, как бы это выглядело. А еще я встречал вопросы, а был ли Млечный Путь к квазарам, или мог бы он им стать? Конечно, сами подобные формулировки, опять же, не совсем корректны. Ведь, как я уже сказал, квазаром мы называем активное ядро другой галактики, которую причем мы наблюдаем с определенного ракурса. Корректнее говорить, была ли подобная активность в центре нашей галактики. На сегодняшний день ядро нашей галактики называют неактивным, то есть оно постоянно не поглощает материю в достаточном объеме. Однако в прошлом, скорее всего, подобная активность была, только яркость, вероятно, была ниже ярких квазаров, о которых мы говорили. Ведь масса сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики ниже — 4 миллиона солнечных масс. Тогда как в центре ярких активных галактик, которые наблюдаем как мощные квазары, черные дыры массой в миллиарды солнечных масс. Но сама по себе активность может быть и у гораздо менее массивных черных дыр, просто масштабы другие. Ну и активность могла закончиться, а могла и возобновляться вновь. Хотя, конечно, не на таких масштабах, как в эпоху молодости нашей галактики, когда материи для поглощения было намного больше. Если заглядывать не на миллиарды лет назад, то есть данные в пользу того, что черная дыра в центре нашей галактики проявляла некоторую активность, и можно сказать, совсем недавно, особенно по астрономическим меркам. Например, согласно этой статье, есть данные, которые указывают на то, что наша черная дыра проявляла активность всего 6 миллионов лет назад. А есть данные, которые указывают на еще более недавнюю активность. Были зафиксированы не сами выбросы энергии, а их эффект в виде отраженного рентгеновского излучения от облаков вблизи центра нашей галактики. Мы видим это отражение в области на расстоянии 110 световых лет от центра. Значит, всплеск активности произошел 110 лет назад относительно этого момента. Правда, для нас нужно еще накинуть примерно 25 тысяч лет, ведь столько нужно света, чтобы добраться до нас от центра галактики. Сама активность была недолгой, всего несколько лет. Да и даже сейчас, правда, с поправкой на расстояние до галактического центра, наблюдается определенная аккреция. Вот, например, визуальная симуляция данных инструмента Гравити и телескопа VLT. Я уже показывал ее раньше. Поведение газа, который движется на скорости около 30% световой, вблизи сверхмассивной черной дыры. Но опять же, энергии в этих процессах выделяется на порядке меньше, чем в активных ядрах галактик. Но все же предыдущие примеры на намного меньших масштабах, если сравнивать с квазарами, и к тому же они кратковременные. Но может ли начаться такая активность, которая по мощности будет сопоставима с квазаром? Такая вероятность есть, но для этого понадобится еще одна галактика. По последним оценкам, примерно через 4,5 миллиарда лет начнется столкновение и слияние нашей галактики с галактикой Андромеды. Об этом у меня есть отдельный ролик. Сверхмассивная черная дыра Андромеды намного массивнее нашей. Они, вероятно, сольются, и в хаотичном движении будут перемешиваться и двигаться звезды и оставшиеся облака газа. И это в результате может дать достаточно пищи для возникновения мощного активного ядра галактики. Это уже второй ролик о квазарах и активных ядрах галактик, и на самом деле еще остается очень много всего интересного, о чем можно будет рассказать в будущем. И спасибо партнеру этого выпуска, книжному интернет-магазину Лабиринт. Не забывайте про акцию. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось это видео, вы знаете, как меня можно поддержать. Перейти по ссылке в описании, поставить лайк, оставить комментарий, чтобы этот ролик увидело больше людей. Если вы в первый раз на канале и вам понравилось, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне и всеми другими способами. Пока!